За уши не отянешь, как легко приготовить плавленый сыр для бутербродов. Плавленый сыр является прекрасным дополнением на завтраки, для бутербродов или как основа на гренке. Купить в магазинах хороший и качественный плавленый сыр сейчас проблема, так как большинство из них изготавливается из продуктов низкого качества и с добавлением вредных ингредиентов. Специалисты рассказали, как приготовить вкусный плавленый сыр в домашних условиях, от которого за уши не отянешь. Об этом информирует Аккер. Мидио. Ингредиенты. Жирный творог 15%, 300 граммов. Молоко 40 мл. Масло сливочное 25 граммов. Сода 3 грамма. Соль 1 час ложка. Специи по вкусу. Соединяем сыр с молоком и размягченным сливочным маслом, солью и содой. Перебиваем массу погружным блендером до однородного состояния. Емкость сырной массой ставим на водяную баню и варим приблизительно 10 минут, при этом постоянно помешиваем. Когда масса станет расплавленной и однородной, снимаем с бани. Пробуем на соль, если нужно. Также можно добавить в сыр различные специи, молотый чеснок, зелень, ароматные травы, паприку. Сыр разливаем в небольшие емкости и оставляем остывать до комнатной температуры. Накрываем крышками и ставим в холодильник до полного охлаждения и застывания сыра. Такой сыр можно использовать в качестве основы для бутербродов, для гренок на завтрак. Быстрый и легкий рецепт плавленого сыра для бутербродов. Напомним, ранее мы писали о том, как легко приготовить пышный омлет, как в детском саду. А также рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт уникального паштета из печени.